была такая жизненная история я духовным учителем и прежде чем его увидеть я в москве и собирался и он не говорит сейчас москве мой сын ты может вы можете встретиться там и мы действительно с ним встретились но оказалось что у них история такая интересная что он отдыхал где-то в крыму на море встретил женщину у них была романтическая ночь и они разъехались он оставил свой телефон и уехал жил в риге все это время но духовный искатель в общем-то ну и он идет группы в риге и он холостяк вот через 18 лет раздается звонок и звонит этот парень и говорит здравствуйте я твой сын а он какой сын и этот рассказывает все подробности что ты вот тогда ты приезжал туда-то какую-то женщину а потом я родился она просто не рассказывал никак не сообщал и потом получил что мама умерла что-то их заболевание и она и на стрелке если он уж тогда ты можешь связаться с папой и оставила все эти координаты конечно там не встречаются вместе в риге то есть он его принял в общем-то как-то они сошлись потому что оба идут по духовной стезе и вот кстати я спрашивал артура буду нового слушает как-то вот интересного сошлись но ты знаешь говорит если бы он не был так духовно развит спящим вот такой вот наверное у нас бы ничего не получилось так вот как бы тоже стал как его ученик в общем-то хотя парень очень сложно они проходили очень сложные отношения потому что вдруг у артура включилась все значит отцовство забота ответственность он значит стал этим парнем руководить а у парня протест тут и такое вообще значит там и так далее да и они проходили очень сложный период но в общем то в конечном итоге устаканец так вот было очень интересно то что когда я приехал в ригу я артура тоже на этого не видел познакомились где-то вот даже не помню как но я был очень удивлен что у артура и у этого парня одинаковая походка манера говорить немножко как-то вот ну что-то такое да хотя они 18 лет вообще не виделись то есть но признаки вот эти вот передались и вот как наследственность действует дать не обязательно иметь его рядом какие-то вещи и давайте сейчас еще раз посмотрим на том что же такое генетика и что такое психика вот на генетическом уровне на биологическом уровне как организованная материя которая и лучше может быть туда значит мы представляем собой веронику пройдет то вероника представляет собой соединение папы сперматозоид и мамы яйцеклетки сперматозоид проникает яйцеклетку и получается новая клетка которая делится и в результате появляется получается плод ну и в конечном итоге много человек рождается то есть знаете биологическая генетическая информация она берется откуда она берется полностью из вот этой клетки и здесь больше нет никакой информации здесь есть только информация этого и это а это оттуда и оттуда получается что в конечном итоге но здесь конечно уникальная творческое создание потому что идет такая перетасовка вот рождаются два ребенка даже на фор они разные они разные потому что ну к примеру где вот две девочки наталья и ирина допустим досталась от этого больше а и не от этого или допустим наталья досталась от деда больше вот из этой линии а ирине от бабушки и от всей той рода словно и вот конечно как распределяться гены как произойдет наследование это но вилами по воде писано потому что генетика конечно изучает определенные закономерности наследования и смотрите получается таким образом ироника унаследовала генетически информацию от родословной мамы и от родословной папы по внешнему виду ироника ты больше наследовала чей папин да то есть худенькие высокие так а мамин рот немножко пугачёва уральская порода получается что вот отсюда пошло до биологическое больше наследования а ну знаете вот есть такая закономерность она не прописанная в учебниках но как бы говорится что девочки чаще наследуют папу и характером и может быть внешностью да а мальчик как правило в я похожа на маму характер и может быть но вот здесь наверно больше характер именно что девочки больше наследует папин характер а мальчики но я говорю что но частенько так бывает значит смотрите мы на анатомическом генетическом уровне разобрали что материя она получается из ну такое как то совать калутукар до гены как вот этот спорт лото каким-то образом там перемешиваются и в результате получается новый генотип что такое генотип генотип это набор генов клетки которые наследственную информацию о предыдущих поклонениях но надо сказать что в нашей вселенной одновременно действует два закона одновременно одновременно действует закон наследственности и в то же самое время действует закон изменениях да очень похож да очень похож но тем не менее и что-то другое ребенок поэтому точных копий не бывает все равно какой-то отлич закон изменчивости вносит свою коррективу и последующие поколения они чем-то всегда отличаются и от мамы и от папы не происходит точного копирования таким образом на биологическом анатомическом уровне мы наследуем от предыдущих поколений в генах заложенную информацию о нашем росте о нашем телосложении будущем это уже информация мы у наследуем информацию о цвете волос цвет глаз ну и очень многие вещи те которые невозможно изменить в том числе эти получается что и мы у наследуем то что она как бы априори прописано что если мужчина то его генетически с игрок хромосомы передаются все брутальные черты оволознение мужскому типу тогда женщина тоже вот эти вот моменты передается но опять же все это не факт потому что есть трансвести ты которые получили допустим женском теле чувствуют себя мужчинами и наоборот в мужском теле чувствуют себя женщин да то есть примешивается психика помимо анатомического анатомический он может соответствовать но психика не соответствует она анатомии и смотрите главное сейчас что запомнить про генотип 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 реализация вы знаете возможно даже цвет волос цвет глаз это может все варьировать ваш проявление генотипа от окружающей среды в которой будет жить этот генотип вот я к примеру цвет кожи у меня изначально светлый но последние с 7 года 11 лет я живу и у меня уже устойчивый смоглый окрас но смоглость есть в генах предрасположенность к этому но изначально потому что мы жили в сибири когда в детстве он стал реализовываться таким образом но смотрите я изменил среду окружения и у меня окрас тоже изменился то есть есть люди со светлой кожи у которых генетически нет предрасположенности такой фото рецепторы какие-то что пигментации да все они живут на юге но они остаются белыми то есть они краснеют ну как будут как вареные дорогие но пигментации не такой не появляет смотрите все таки любой генотип тоже вот может быть цвет глаз он тоже зависит от того и лучше проникают на севере одна чистота лучей на юге другая поэтому нужно запомнить что набор генов его проявление каким в конечном итоге получится результат а а это называется фенотип смотрите генотип это набор генов а результат это фенотип а вот ослабевают эти гены с поколением или наоборот сейчас сейчас есть одежда генотип то есть результатом является генотип а вот смотрите генотип это набор генов а фенотип это реализация генов то есть каким будет человеком и вот смотрите на проявление генотипа оказывает влияние психика плюс окружающая среда генетики проводили исследования это так называемый близнецов и метод когда близнецов исследовали судьбу близнецов близнецы отличаются тем что они имеют одинаковые генотипы практически 99,9 процентов и когда наблюдали что два одинаковые генотипа два брата близнеца попали в разные условия один попал хорошо обеспеченную семью получил образование он удачно женился и работал адвокат второй генотип оказался на улице вырос под влиянием дворовой ребятни пошел по плохой дорожке оказался в тюрьме отсидел и значит ну вот у него такая судьба два одинаковых генотипа но они оказались внешне они отличались этот был более хорошо сложен значит ну и собственно говоря это как вот если сказать собаку плохо кормили и собаку хорошо кормили да я помню в Индии тоже в ашрами пёс в Индии они либо карма наверное у них и вот он родился щенок но он такой худой был ну то есть нечего есть было и вот как он прибился в ашрами там знаете тоже у собак не каждая может прибиться в ашрами и я потом через месяц видел эту собаку ну то есть он уже такой знаете он уже смелее стал раньше он с таким хвостом бегал сейчас он уже с таким хвостом и он откормленный такой да поэтому внешне они тоже отличались и смотрите что произошло два одинаковых генотипа оказались в разной окружающей среде здесь хорошо кормили здесь плохо здесь хорошо ухаживали здесь плохо и в разной психической среде здесь воспитывали одни люди здесь воспитывали другие люди здесь психически передавались одни ценности здесь психически передавали другие ценности и результате на выходе мы получаем два совершенно разных фенотипов да ну то есть человек поэтому из-за этого психогенетика как наука она моложе чем психология ну то есть она не так давно вообще такое явление появилось но именно после того как это было замечено что психика влияет на проявление генотипа возникает наука психогенетика наука о том изучение как каким образом психика и окружающая среда влияют на проявление генотипа и оказалось что да действительно то какие мы сейчас то какие мы сейчас это является результатом соединение определенного генотипа набора генов где соединен где содержится все наши способности способности все наши возможности генотипы и плюс мы представляем собой это психика то есть это воспитательный процесс и образовательный процесс воспитательный и образовательный процесс и окружающие среда в которой мы живем потому что у некоторых в приморье бронхиальная астма обостряется и души до уезжают в новосибирску москву другой там лучше себя чувствует здесь вообще в приморье рано все трудно заживают сырость климат влажный вот и здесь вот я приезжу в приморье здесь все по вкусу другое допустим украина там знаете все очень вкусно прямо я помню когда первый раз киев попал и из Москвы приехал и вот не вылазил из этих всех ну там так вкусно все приготовлено и даже уже потом в Москве был когда я думаю может быть в Киев съесть покушать там что-то да то есть реально очень вкусно а в приморье продукты очень многие просто невкусные они какие-то водянистые здесь говорят даже что вот корова питается трава здесь другая чем там поэтому вкус мяса тоже другой здесь совершенно другой вкус мяса поэтому вкус вот это водянистость у нас и поэтому видите но это все окружающая среда это окружающая среда и конечно мы получаем различное влияние это же почему мы когда в краснодар едем южные районы люди более улыбчивые люди более расслабленные люди более спокойные потому что больше больше эндорфинов выделяется а люди которые на северном полюсе санкт-петербург санкт-петербург то есть люди очень там сложные очень много депрессии очень много вот такие состояния тоже от окружающей среды часть это есть плюс это же болотистая местность прошлого